Суперкар Ferrari F8 Tributo, недавно дебютировавший в Женеве, отправили на трек. Видеодебют новинки состоялся на одной из гоночных трасс Италии. Это тот самый преемник модели 488 GTB, который получил самый производительный двигатель V8 в истории марки. Две турбины помогают снять с 3,9 литров рабочего объема 720 л.с. и 770 ньютон-метров крутящего момента. Первую сотню Tributo набирает за 2,9 секунды. Максимальная скорость F8 – 340 км в час. Помимо прочего, суперкар может похвастать обновленной системой Side Sleep Angle Control, которая помогает контролировать автомобиль в заносе. На видео наглядно показана его работа. Но что касается облика машины, который в динамике смотрится еще выигрышнее, чем в статике, так это именно то, к чему будут стремиться и дизайнеры марки при создании будущих моделей. Государственная автомобильная инспекция решила не ограничивать реформу водительского экзамена одной лишь практической частью. Изменится и правило сдачи теории. А именно, билеты будут зависеть от водительской категории. К примеру, будущий мотоциклист будет отвечать на вопросы, связанные только с управлением двухколесной техникой. При этом вырастет число теоретических задач. Кроме того, специалисты ведомства пристально изучают опыт Германии, Великобритании и Норвегии, где на экзаменах претендентам ставят баллы. Вполне возможно, что и в России эту систему возьмут на вооружение. Сейчас Министерство внутренних дел завершает доработку проекта, меняющего порядок сдачи экзаменов ГИБДД. Принципиальных изменений обещают не вносить, но в практической части объединятся площадка и город. К тому же будущих водителей теперь смогут обучать и на автомагистралях. А желающим пополнить ряды мотоциклистов чуть облегчат задачу. Тест на маневрирование и экстренное торможение разрешат сдавать на скорости меньше 50 км в час. Сейчас напомним, это минимально разрешенная скорость.